добрый день еще раз дорогие друзья как меня слышно как видно стандартный вопрос какой раз вы на вебинаре 1 2 или 3 я запускаю просто впервые ставите кнопочку не точечку и ответить ставите ну и сразу же у вас опрос должен высветиться я так понимаю что многие через девайсы заходят поэтому теперь не через планшеты гаджеты да так называемый слова гав наверно хотя это ангельское слово данным и так дорогие друзья те кто третий и более раз у меня к вам сразу вопрос а вот кто вот не вопросе отвечает потому что есть опросы нужно отвечать вопросы чтобы более четко было у меня кто второй и третий и более вы знаете начинаем академии частного инвестора напишите мне первое правило частного инвестора пожалуйста вас кто 3 2 более 2 3 и более раз ну а кто первый наверняка получает рассылку академии частного инвестора особенно когда я вебинар ввиду я всегда спрашиваю напишите мне пожалуйста первое правило частного инвестора кто еще меня не знает меня зовут андрей хавратов я являюсь основателем и автором академии интернет проекта обучающего проект академии частного инвестора в 2011 году 15 сентября было открытие академии нам ровно сколько получается 11 сегодня 16 5 лет нам в этом году исполнилось 15 числа за это время у нас более 100 наверное сегодняшний момент около 200 тысяч человек которые прошли хотя бы изучили первых два видео урока и ответили на вопросы таких людей более 200 тысяч на всем мировом пространстве у нас более 35 тысяч 35 стран русскоязычного скажем русскоязычной аудитории которая обучается за эти пять лет и за эти пять лет огромное количество наших студентов которые после кризиса 2008 года думали что все с их бизнесом плохо с инвестициями плохо люди восстановились у нас обучались даже менеджеры некоторых инвестиционных компаний инвестиционных групп потом когда выяснили наши материалы сегодня используют образование некоторые колледжи и университеты потому что их преподаватели скажем учились у нас поэтому благодаря академии частного инвестора за эти пять лет мы повысили уровень финансовой грамотности у населения до очень высокого уровня где огромное количество частных инвесторов понимают как оценивать инвестиционные предложения и скажем так правильно оттестировать и правильно инвестировать потом ту сумму которая необходима в той или иной ну так я посмотрю значит кто-то пишет 10 процентов и более инвестировать от дохода отложить из дохода и инвестировать активы и пассивы смотрю вообще что ли никто не помнит 8 правил частного инвестора обалдеть здесь дохода в чем раз вот артем в чем разница финансовой свободы финансовой независимости потоки бедных среднего класса и богатых вот это есть первое правило частного инвестора то есть понимать в чем разница между финансово между финансовой свободой финансовой независимости а разница вот запишите возьмите ручку лист бумаги очень просто кто еще не помню конечно это очень досадно мне понимать что люди которые второй третий раз на вебинаре я получается что вы не изучили что такое частное что такое вообще 8 правил частного инвестора это является основой в вашем финансовом рост так что такое финансовая независимость и чем отличить финансовую свободу финансовая независимость это капитал который вы имеете если его разделить на ваш среднемесячный доход дохода на ваши месячные траты вы можете жить 10 лет не работая ваш уровень жизни при этом не изменится вот это называется финансовая независимость то есть предположим если выше ваши траты в месяц тысячи долларов умножаем их на 12 месяцев потом на 10 лет у вас если есть капитал 120 долларов вы можете назвать себя финансово независимый человек что такое финансовая свобода финансовая свобода это когда ваш капитал который вы имеете дает ежемесячный доход где вы можете жить не работая и ваш уровень жизни не изменяется и вы вообще можете жить очень много то есть это практически наступает пенсия и так приведу пример если к примеру ваши 100 тысяч долларов которые вы имеете вы положили по 12 процентов годовых вы получаете 12 тысяч год то есть тысячу в месяц то есть у вас получается как в сказке и волки и сыты и овцы то есть и деньги у вас на месте и процент вы получаете хотя это иллюзия потому что когда мы рассматриваем в одном из уроков о реальной инфляции то вот эти 100 тысяч долларов если посмотреть разницу 20 лет назад 100 тысяч долларов и что такое 100 тысяч долларов всего а если посмотреть 40 лет назад что такое было 100 тысяч долларов и что такое 100 тысяч долларов всего но я в долларом эквиваленте току хочет привязываться к рублям рублям вспомните что такое 1000 рублей было 40 лет назад это 40 лет назад 2016 минус 40 ведь представьте раньше в уме все читал 76 году на сейчас и калькулятор так вот в 76 году что такое было тысячи рублей да я за полторы тысячи рублей 80 90 втором году купил квартиру за полторы тысячи рублей что такое сегодня полторы тысячи рублей в россии да ничего если посмотреть посчитать по колбасе то в 76 году тысячу на тысячу рублей разделить на 310 колбаса любительская с не ошибаюсь 322 килограмма можно было купить а сегодня на тысячу рублей ну два килограмма колбасы да то есть реальная инфляцию вы видите за эти 40 лет поэтому одно из правил которое вот существует что всегда нужно уметь инвестировать на 10 или 30 процентов больше чем реальная инфляция реальная инфляция за 30 лет за последние 30 лет составила примерно 130 процентов годовых но не никак не 9 не 10 и не 4 как нам пишут и рассказывать о себе хорошо дорогие друзья по первому правилу понятно изучайте 8 правил частного инвестора чтобы очень быстро за очень короткий срок потому что что называю за короткий срок даже если у вас сегодня какая-то минусовая сальдо вашего баланса семейного если даже у вас минус на счетах и вы должник в банкрот скажем так да то благодаря 8 правилам частного инвестора вы очень быстро за 35 лет не просто сможете выйти из финансовой вот такой вот ям а вы сможете стать долларовым миллионером 0 и рублевым по хотя бы турблевым миллионером там то в украине гривневым миллионером а потом уже и долларовым евро или фунтовыми итак дорогие друзья давайте тогда познакомимся и так еще раз я андрей хавратов кучи бизнес тренер по финансово-инвестиционном развитие личности являюсь автором и основательным проекта кабины частного инвестора являясь профессиональным инвестором руководитель фонда skyway инвес групп магистр по профессии менеджер сетевого бизнеса и мастер по реализации мечты и сегодня у нас будет приглашенный гость а почему фотография сейчас две секундочки дорогие друзья я перезакачиваю закачаю момент сейчас загрузится файл немножко времени сейчас закачивается файл все закачался и так приглашенный гость сегодня александр глеба управляющий директор компаний технологии развития инвестиций инвестор и акционер компании topfad член совета директоров то есть эта компания за золото добывающая компания и сегодня он расскажет интересные моменты и вы сможете задать им вопросы и еще получить один из рынков который скажу вам дорогие друзья вот на протяжении где-то десяти двенадцати лет я хотел в этот рынок войти скажу вам сразу но в этот рынок пускали только минимум от миллиона долларов это раз а второй момент ну скажем настолько этот рынок был закрыт для простого обывателя даже для инвестора с миллионом долларов да нужно было иметь связи для того чтобы в этот рынок зайти скажем так я рад тому что вот еще в 2014 году тринадцатом я говорил что наступит время когда многие компании многие предприятия мы сегодня поговорим о новой экономической эволюции мира будут я хочу вам сказать что ко мне как руководителю академии частного инвестора как руководителю фонда свик идет огромнейшее предложение создать ну скажем программу финансирования по системе крауд инвестинга в разных сферах начиная от энергетической системы заканчивая там средствами связи и продуктами питания поэтому дорогие друзья еще немножко времени еще два года и мы сегодня поговорим вот наши темы сегодня 1 новая экономической эволюции мира краткий обзор высокодоходные инвестиции сам стабильным сегменте инвестиционного рынка кредит какие есть возможности чтобы получить доходность более 100 процентов дарова дохода это как раз пойдет речь о нашим гостям расскажу встречи с гостем вебинара который представиться с доход на инвестиции и возможности сам стабильным сегменте в инвестиционно рынка и я объясню почему стабильно ответы на вопросы опять же Александр Глебов в ответе на многие вопросы. Шестое после его встречи я вам расскажу вкратце о будущем инвестиционного мира в ближайшие 10-20 лет и почему мир в ближайшее время очень сильно изменится. И подарки и акции от Академии Частного Инвестора. Итак, давайте пойдем. Что же такое новая экономическая эволюция мира или NEM сокращенно. Хочу сказать, что мы как Академия Частного Инвестора и в моем лице брата Андрея за последние 7 лет я ввел огромное количество терминов в инвестиционном рынке, которые стали очень популярными. Приведу вам пример, когда в 2011 году в начале я только лишь инвестирование на автомате, вот эту фразу рекламировался на Яндексе и на Гугле, но Яндекс Директ и Google AdWords, так называется. Это была самая дешевая фраза, я платил, если не ошибаюсь, тогда в рублях, кажется, по 20 копеек или по 15 копеек за клик, а ровно через 3, какой через 3, через 2 года инвестирование на автомате стало стоить, это фраза по запросу инвестирования на автомате, до 10 до 15 долларов за клик, представляете, то есть затем огромное количество терминологий и то, что необходимо собственникам бизнеса, которые хотят привлекать инвестиции, народные инвестиции и требования, сегодня огромное количество собственников начинает использовать то, о чем мы говорили год, два и три назад. Поэтому, дорогие друзья, «Немми» это тоже одна из форм, которую, ну, во-первых, это мой термин, и я пишу об этом книгу «Новая экономическая эволюция мира», и к концу этого года, я думаю, уже выйдет первая брошюра, первая часть этой книги, то есть она будет научно-фантастической, такой вот, кто любит научную фантастику, да, это будет научно-фантастическая, в большей степени финансово-инвестиционная такая брошюра, ну, с художественными такими аспектами, то есть кто любит более художественную литературу, с одной стороны, скажем, открывайте страницу, левая страница, это будет художественная литература, с правой стороны более такая научно-фантастическая, инвестиционно-финансовая брошюра. Так вот, если говорить о новой экономической эволюции мира, то что происходило на протяжении всего 20-го века, то есть и почему вот на примере я приведу вам пример, простой, простейший пример Николаса Тесла, это один из разработчиков не только оказывается электричества, но и многих разработок, связанных с телепортацией, скажем так, тоже, да, вот в свое время, давайте на примере приведем, да, вот был такой один из крупнейших инвестиционных банков JP Morgan, и он очень активно занимался электричеством и хотел электричеством ввести на рынок, папа ему все мешал, мешал, мы инвестиционные банкиры, нам и нафиг не нужны никакие разработки, но тем не менее у него была такая мечта, он смотрел, как многие на тот момент поднимались, интересные такие ребята, как Эндрю Карнеги, называли его металлическим королем, то есть он заведовал практически всем металлом Северной Америки, Центральной Америки, Соединенные Штаты Америки, Канада, это Рокфеллеры, это называли Король Железных Дорог, вот забыл фамилию его, вылетел, и он смотрел на этих вот ребят и говорил, все, я тоже хочу какие-то разработки, я хочу какой-то ноу-хау внести, но папа все ему отказывал, отказывал, и тем не менее, когда после смерти папы он начал финансировать Эдисона, и Николас Тесла был конкурентом Эдисона, потому что у него было непроводное электричество, он создал беспроводное электричество, которое могло быть очень дешевым и доступным для людей, и вот представитель разработчик приходит к крупному инвестору и говорит, к денежному мышку, скажем так, говорит, вот у меня есть разработка, давайте это внедрить. Вот если крупный инвестор вдруг смотрит, и если это не соответствует его политике и тактике, которую он ведет, то он это ноу-хау просто зарубит. В крайнем случае он скупит патенты или скупит этого разработчика, или вообще избавится от него где-то каким-то образом, и он не допустит эту разработку. Это то, что было и то, что на сегодняшний день мы прослежим. сейчас удалю это, вот так вот. Как же нам удалить? это так выбрать. А вот, очистить. Ну, а если это ноу-хау подходит, как в данном случае с Эдисоном это было, то иначе вступает реализация проекта. То есть он вкладывает копейки в этого разработчика, он вкладывает копейки в эти разработки, и таким образом эти разработки дают огромнейший огромнейший капитал. То есть прирост капитала просто сумасшедший. За счет чего? Так как в реализации проекта, особенно если взять по электричеству, да, то простые люди были потребителями, а потом выходя на фондовый рынок, когда достигает определенного такого сумасшедшего роста, он продает это частным инвесторам, в данном случае они потом придумали так называемый закон о пенсионном обеспечении в 70-х годах, и они продавали пенсионным фондам с очень большой прибылью. То есть на вложенный цент, который вкладывался в определенную разработку, либо в какой-то бизнес, они получали стотысячные прибыли на один цент. То есть это сумасшедшие деньги, скажем так. именно за 20-й век огромное количество финансовых воротил обогатились, ну просто обогатились. Так вот, дорогие друзья, если говорить о сегодняшней тенденции, то мы видим следующее, что многие разработчики, многие предприниматели, бизнесмены понимают, что идти крупному инвестору или банкиру это опасно для твоего бизнеса. И вот почему я говорю, что наступает новая эра в экономике, которую мы называем, лично я называю, и мои ребята, которые приверженцы той идеи, скажем, новой экономической эволюции мира, которую мы сейчас ведем, мы говорим, что это будущее. Почему? Посмотрите, вот есть частные инвесторы, есть простые люди, есть какой-то ноу-хау. Через систему народного инвестирования ноу-хау получает финансирование, не зависит от банковского сектора, которому нужно платить, как банковский сектор дает сегодня, вот почему к нам огромное количество людей сегодня обращается, бизнесменов, мультимиллионеров, чтобы спасти свои бизнесы. У них банки забирают, их бизнес просто-напросто забирают, за копейки, процент на процент включают, сумасшедшие, то есть человек взял там каких-то 100 миллионов рублей или 300 миллионов рублей, я должен дать чуть ли не 3 миллиарда за каких-то 5-7 лет, то есть процент на процент счетчик включается, так называемый, грубый, скажем так, для чего? Для того, чтобы выжить с этого бизнесмена по максимуму. Поэтому все эти либо разработчики или бизнесмены сегодня смотрят в сторону людей инородного финансирования, они готовы отдать какую-то часть своей прибыли для того, чтобы получить выгоду в чем? Первое, людей, которые могут стать потребителями этого же товара или этого же разработки, либо второй момент, поделиться прибылью, потому что у них есть гарантированный сбыт, но им необходимы финансирование, но банк дает финансирование и говорит, сразу проценты мне платить, и поэтому они лучше поделятся с огромным количеством людей, чем они будут брать кредиты в банке. Либо другой момент иногда задают вопрос Андрей, ну человек может выйти на фонтовую биржу и там взять деньги через акционирование. Дорогие друзья, сегодня регулятором во всем мире настолько закручены гайки по полной, чтобы сегодня предприятие выйти на фондовый рынок и акционировать, получить акции, выпустить акции, листинг пройти. Во-первых, это время, полтора-два года проходит, а во-вторых, это огромные деньги. А в-третьих, вот эти, кто выводит так называемые брокеры, они сначала опускают эту компанию, потом поднимают вверх, берут контрольный пакет, потом полностью поднимают вверх компанию и получают максимальные прибыли. Простой пример, последний простой пример, это с компанией Facebook, которая вышла с акции за 35 долларов за акцию, а ее опустили на 22 доллара, она держалась 22, 25, 27 долларов в течение двух лет почти, а потом, когда народ решил избавиться, простые люди избавились, огромное количество избавилось от акций, эти акции сегодня дошли уже больше 100 долларов за акцию, ну, скажем, хотя я считаю, что 100 долларов для акций Facebook это слишком надутый пузырь, опять же, вот эти финансовые опоративы сейчас гонят, гонят цену, а потом они ее прокинут, потом продадут, заработают по максимуму и, грубо говоря, компанию могут слить, то есть им пофиг эти компании финансовым опоративам, и огромное количество из фильмов на этот счет, ну, посмотрите последний фильм, который вышел, игра на понижение с недвижимостью связана, мы делали рассылку, кстати, в Академию частного инвестора, где пофиг было всем, всем только, как говорится, бабло скосить, так вот, в новой экономической эволюции мира все будет более справедливо, и уже мы к этому подходим, и уже огромное количество компаний, которые начинают использовать именно этот принцип. Давайте простой пример, рассмотрим разработчик каких-то альтернативных технологий обеспечения домовладений, частных, коллективных, там, светло, тепло, нагрев, воды, кондиционирование и так далее, представьте, вот есть такой вот, какой-то там разработка, где из мусора можно вот это все получить, и через программу народного инвестирования люди могут профинансировать, более того, потом стать еще потребителями, то есть, есть так называемые потребительские общества, которые это же еще и потребляют, поэтому, где может использоваться, скажем, примеры долевого участия в работающем бизнесе, то есть, это, опять же, система NEMI может работать, в сети супермаркетов, представьте себе, что очередной супермаркет хочется стать, вот я вам приведу пример, в те супермаркеты, которые сегодня и есть, простому предпринимателю зайти невозможно, ему нужно входной талон заплатить, ему нужно заплатить за аренду ячеек и так далее, и так далее, и вот если, скажем, открывается определенная сеть супермаркетов, или сначала один супермаркет, где в этом районе, а если еще через интернет можно привлечь инвестиции для того, чтобы сделать такой большой супермаркет, где огромное количество товаров, более полезных для здоровья, будут продаваться для людей, то есть такой предприниматель может прийти и сказать, ребят, я хочу вам дать долю, да, там, к примеру, 50 на 50, где сегодня даже в сети супермаркета зарабатываются деньги от 15 до 35, то есть до 50% в месяц, то есть он может свободно отдать половину, то бишь это 8, 15, то и 25% в месяц, которые могут получать люди, а если они еще и потребители в этом магазине, они сами себе увеличивают доходность, потому что они нигде больше, это вот простой пример вам на примере долевого участия именно в работающем, теперь если посмотреть, а вот к примеру, сегодня мы поговорим о золотодобывающей компании, да, вот наш гость, пример, золотодобывающая компания, да, она, ей требуются инвестиции для того, чтобы запустить фабрику, у них есть контракты с компаниями, которые, скажем, сбыта, и они могут зарабатывать от 100 до 200% в месяц, так вот, определенные там 20-30, а может быть какой-то процент, вот я не знаю, Александр сегодня скажет, сколько они готовы отдавать, допустим, те, кто люди поддержат их по системе краудинвестинга, то есть при продаже золота, при продаже других, каких-либо там еще материалов, не материалов, а полезных ископаемых, или, как правильно сказать, может быть металлов, какую-то часть они отдают в программу народного инвестирования, что здесь должно быть очень важно, это прозрачность, потому что одно из моментов, когда мы обеседовали с Александром, мы говорили, что должна быть прозрачность, должна быть балансовая отчетность, каждый месяц нужно отчитываться, сколько денег пришло, куда деньги ушли, по-хорошему мы сейчас создаем даже сервер такой, где такие компании мы будем предварительно тестировать, и, скажем, компании ставить по нашему такому выбранному, скажем, алгоритму, да, там 5 звезд, 4 звезды, 3 звезды, 2 звезды, или там 1 звезда компании, то есть если 5 звезд, она соответствует всем вот этим показателям, которые будут прописаны, поэтому, кто сегодня будет побеждать на рынке, это те, кто будет не просто брать, привлекать деньги от людей, но те, кто еще готовы делиться балансовой отчетностью, финансовой отчетностью своего предприятия за, это как перед инвестором ты отчитываешься, точно так же перед коллективным инвестором в качестве потребительского такого общества, либо людей, которые хотят тебя поддержать, но ты должен отчитаться и каждый месяц отдать прибыль. И вот где же может использоваться, скажем, вот прямые инвестиции и перспективы этого развития? Через программы народного инвестирования, где это может использоваться? В производственном секторе, в любом, в сельскохозяйственном секторе, в строительном секторе, в секторе обслуживания, в образовательном секторе, В секторе недвижимости, в секторе научных разработок. Это может в разных направлениях использоваться. И когда мы поговорим о дальнейшем видении, именно мое субъективное видение, потому что у Тесла есть свое видение, у Марка Цукерберг, не у Тесла, а у Илона Маска, который сейчас Гиперлуп создает, Тесла создал, у него свое видение. У меня, кстати, он повторяется, Билл Гейтс в свое время в 85-м году написал книгу «Дорога в будущее». Илон Маск написал такую же книгу «Дорога в будущее». Мне так смешно стало. Так вот, я расскажу именно с мое субъективное видение будущего инвестиционного рынка. Вполне вероятно, я, может быть, ошибаюсь, но время покажет. По крайней мере, за последние 10 лет моих таких вот не прогнозов, а прогнозы делать это самое неблагодарное дело, да, а вот видение, так называемое видение, которое было 10-15 лет назад у меня, и которым я делился даже 5 лет назад, 4 года назад с нашими студентами. Вот сегодня говорят, Андрей, слушай, ты был прав, оказывается, блин, вот когда ты говорил, потому что я аналитик, я анализирую то, что было когда-то, то, что может повториться, и предпосылки к этому повторению, скажем так, да, поэтому все понятно, тут ничего умного такого сильно нет. Так вот, дорогие друзья, давайте тогда поговорим о высокодоходной инвестиции в самом стабильном сегменте инвестиционного рынка. Я уже не один раз говорил, что мерилом инфляции сегодня, вчера, 100 лет назад и 1000 лет назад оставалось золото. Всегда все правители, которые накапливали золото, рано или поздно они управляли, скажем, мировыми процессами. На простом примере вам приведу, Соединенные Штаты Америки после Второй мировой войны сбаламутили весь мир против коммунизма, красной чумы так называемой, и говорили, что в Европе, в Англии, там, нельзя держать деньги, потому что рядом Россия, которая может наступить, СССР, там, может войной пойти и забрать все золотые запасы, поэтому давайте нам на другой континент мы сохраним. Говорят, этого золота там нет, не знаю, насколько это правда, но они никого не пускают в этот склад золота, где у них хранится якобы золото. Поэтому они во XX век очень серьезно банковали во всем мире. Если посмотреть исторические факты и все те, скажем, императоры, которые были не один век, скажем, императорами определенных государств, то ли это султаны, то ли это короли или цари, в основе и в казне их было очень много золота, Именно поэтому они были играть. Поэтому золото можно сказать сразу, что... Опа, а кто у нас это что тут сделал? Не понял я. Кто здесь что выключил? Так, вид презентации. Так. Итак. Я могу утверждать с полной ответственностью, что золото и именно золотодобывающий сектор рынка, он всегда может оставаться стабильным, точно так же, как и нефтедобывающий рынок, газодобывающий рынок. Рынок добывающий вот сейчас, в ближайшее время, как только вот со Skyway мы начнем строить дороги, особенно грузовые дороги, мы сможем дойти до дальнего севера России. И там огромные залежи редкоземельных металлов, это настолько стабильные рынки, но если говорить о золотодобывающем секторе рынка, да, это очень стабильный рынок. И, ну почему я объясню, вот из интервью, я поставлю интервью с Александром Глебовым, для меня было открытие некоторой моменты, когда я узнавал, что золото, которое стоит даже и дошло до цены там почти, кто помнит, 2011 год, в октябре его подняли почти 2000 долларов за унцию было, потом оно резко начало падать, огромное количество людей, тогда я вспоминаю, я в академии тогда говорил, ребята, это, ну посмотрите, почти 75% роста за каких-то 2-3 года, сейчас пойдет обвал. Действительно обвал пошел серьезный, сначала на цену 1500 долларов за унцию, потом на 1000, даже почти 1000 там через копейки, сейчас где-то колеблется 1200 долларов за унцию. И когда я задал Александру вопрос, говорю, ну вот, что эти колебания на вас не играют роли, и когда он мне, вот, скажем так, по секрету сказал, сколько действительно обходится унция золота, я был, конечно, очень серьезно удивлен, потому что запас есть большой точно так же, как у нефтяников, да, нефтяники там вот плачут, кто знает, да, что нефть сейчас опускается там то 50, то 40 долларов, говорят, до 30 долларов может дойти, но себестоимость нефти вообще в любых странах, даже в России 8 долларов за баррель, да, поэтому запас все равно большой, просто они привыкли сверхприбыли получать. А представьте, что если бы люди были бы инвесторами, не государства, а люди, потому что основой любого государства являются люди, если бы люди были бы инвесторами всех нефтедобывающих компаний, особенно вот в России, в Эмиратах, то именно эти самые большие прибыли залабатывали эти люди, а так как сегодня 70% людей имеют машины, они же еще и потребителями являются этих нефтепродуктов, да, то фактически любой человек, который живет в нефтедобывающей компании, он купался бы в золоте, то есть ему не нужно было бы работать вообще, как это вот говорят в Огненных Арабских Эмиратах, да, огромное количество граждан, которые имеют огромные еще дотации. Но давайте поговорим все-таки о золотом рынке, и сейчас я хочу представить вам Александра Глебова, не поставлю небольшой ролик, потом интервью, и после этого интервью вы подготовьте вопросы, и, скажем, потому что в этом интервью я включу видео, вы сразу поставьте, кто видео видит, кто не видит, я скину ссылку, чтобы вы посмотрели на своих компьютерах или где там еще. Значит, Александр Глебов является управляющим директором компании технологии развития инвестиций, это компания, которая работает по системе краудинвестинга, и, кстати, вот с Александром мы познакомились в Таиланде, и когда он мне предложил этим заняться, я говорю, Александр, ну ты знаешь, ну некогда этим заниматься, вот я тебе могу немножко проконсультировать, как ты можешь это все сделать, плюс мне понравилась очень сильная идея, я говорю, вот если ты это сделаешь, без проблем, я тебе представлю в Академии частного инвестора, и так как у нас подготовленные инвесторы, фактически мы делали три года назад анализ, не, анализ, а такую скрытую статистику, оказывается, у нас около 10% людей, которые зарабатывают на 10 тысяч долларов и более, наши подписчики, наши клиенты, наши студенты, и я говорю, вот вы все сделаете, как нужно, да, и тогда без проблем приходите, вот и мы сделали, и я очень рад, что наконец-то мы это сделали, давайте посмотрим небольшой сначала ролик, а потом интервью. Проект по добыче золота и медного концентрата в Замбии, мы сотрудничаем только с лицензированными компаниями по добыче полезных ископаемых, наши представители в совете директоров, а это гарант безопасности ваших финансов. Ну, кто ролик не увидел, я выслал ссылочку, посмотрите ссылочку сейчас, ну, и я сейчас поставлю вам интервью с Александром Глебовым, а потом он подключится, будет отвечать на те вопросы, которые у вас возникнут. Опять же, сейчас интервью поставлю, у кого не видно, я вышлю ссылочку, напишите, что нет ролика. Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Андрей Хавратов, автор и создатель Академии частного инвестора, профессиональный инвестор, и сегодня я записываю это необычное видео, потому что у меня в гостях человек, который предлагает на рынке инвестиционного бизнеса очень интересные инструменты инвестирования. И зовут его Александр, я сейчас, Александр, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Александр Глебов, я являюсь представителем компании технологии развития инвестиций. Наша компания занимается добычей полезных ископаемых, в частности это золото и медный концентрат. На территории Республика Замбия, в Африке. На данном этапе мы рассматриваем предложение по привлечению частных инвестиций. Для этого и обратились в вашу академию, благодаря Андрею, у меня есть возможность рассказать о своем проекте. Александр, у меня тогда по ходу, скажем, я уже немножко вник в проект, достаточно интересный проект. Есть ряд вопросов, на которые хотелось бы получить ответы. Первое, компания где зарегистрирована? Компания зарегистрирована в Гонконге. Это компания, которая непосредственно технологии адвенцией инвестирования, которая занимается привлечением инвестиций. А также компания зарегистрирована в Республике Замбия, которая является обладателем лицензии и владельцем учатки. И та, и эта компания, мы являемся владельцами нее. То есть и компания гонконгская, и замбийская компания являются владельцами... Владельцами являемся я со своими партнерами, то есть в нашей компании. То есть правильно я понимаю, что вы не продаете какое-то эфемерное золото, какие-то эфемерные слитки, а реально это добыча золота и продажа золота непосредственно покупателю? Мы являемся добытчиками и продаем только продукт тот, который мы добыли сами. Мы не занимаемся перепродажей, мы не занимаемся продажей слитков. На данном этапе мы работаем в Африке уже три года и провели огромную работу. То есть мы проводили изыскания, первичную геологоразведку провели. И на данном этапе мы готовы уже ставить оборудование по добыче. То есть проводить добычу руды, а также фабрику по изготовлению медного концентрата. У нас два направления. Оба эти направления очень перспективные, являются высокорентабельными в плане зарабатывания средств. Поэтому мы хотим предложить этот способ заработка слушателям Академии, в первую очередь, а также людям, кто желает увеличить свой капитал и обеспечить рост своим средствам. У меня тогда вопросы сказали заработок и, я так понимаю, инвестиции. То есть в вашем проекте можно и проинвестировать деньги с целью получения прироста капитала и дивидендов, я так понимаю, и можно еще тем людям, которые активисты, там, допустим, интернет-предприниматели, люди, которые блогеры, может быть, инвестиционные, они могут вас рекламировать и за это получать какой-то доход. Да, у нас есть способ так называемых диванных инвестиций, это вложенные средства, на которые именно в зависимости от этапа вступления в проект будут увеличены до 200%, плюс получение инвестиций в районе от 120% годовых. То есть это получение дивидендов. То есть это именно не перепродажа акций и получение дивидендов? Нет, это просто получение дивидендов. То есть, грубо говоря, ты сидишь на диване, проинвестировал деньги, вы добываете золото, продаете, имеете прибыль, этой прибыли делитесь с теми инвесторами, которые вас пригодятся. Да, эти инвесторы, инвесторы, вложившие средства, они являются дольщиками компании. То есть мы не представляем чужих проектов, мы представляем только свои проекты, то есть те, которые мы полностью контролируем. И наши участники, инвесторы, они получают доли в компании. Доля компании выражена в чем? В акциях. В акциях. То есть акции компании, гонконгской компании? Акции гонконгской компании, которая является владельцем 50% компаний, добывающих в Замбии. В Замбии. Да. То есть компания, которая находится в Гонконге, она владеет 50% акций, это компания, которая в Замбии. И, соответственно, акции продаются компанией гонконгской. По соглашению с нашими, так как начинался этот бизнес уже 3 года назад, уже вложены средства. То есть сейчас мы заходим не с нуля. Было вложено на сегодняшний момент более 750 тысяч долларов. Это в изыскание, это в осуществление подготовительных работ, юридическая практика, лицензии, закупка необходимого оборудования на этих этапах. На сегодняшний момент мы находимся на таком отрезке бизнеса, что готовы начать добычу. Для этого нам необходимы средства, то есть купить необходимое оборудование. Чтобы добывать золото. Чтобы добывать, да, золотую руду и оборудование. Именно для этого вам необходимо средства, скажем так, в каком размере? Вообще стоимость проекта 7,5 миллионов долларов. Из них 10% вы проинвестировали свои деньги сейчас? Мы проинвестировали уже, да, более 10% и далее тоже будем инвестировать. И методом краудинвестинга мы будем привлекать 5 миллионов, около 5 миллионов долларов. Около 5 миллионов. То есть вам необходимо около 5 миллионов для того, чтобы запустить проект? Да, это те средства, которые мы отдаем, как возможность заработать людям. Вопрос еще раз. Как заработать людям на чем? Заработать на дивидендах. А также мы даем возможность заработать людям в процессе сбора средств путем продвижения проекта, путем получения реферального вознаграждения. И еще такой тогда вопрос. Предположим, завтра пришло много частных инвесторов и через 3 месяца вы получили эти деньги. Через сколько после полученных денег необходимо произведет запуск проекта? Ну, начнем с того, что деньги мы не будем ждать сбора полностью средств. По мере поступления средств мы будем вкладывать и закупать необходимое оборудование. То есть на момент полностью готовности предприятия, это будет идти параллельный сбор средств, строительство и подготовка к запуску фабрики. Зависит это, сроки зависят от, ну, во-первых, в априке есть такой сезон дождей, когда размываются дороги, и за счет этого срок может перенестись там 3 месяца. То есть срок осуществления проекта 1 год. Он максимум изменится. То есть, грубо говоря, 5 миллионов, если по 500 тысяч каждый месяц, предположим, приходит, то вы в графике, через год вы запускаете этот проект. Да, через год люди начинают получать дивиденды. Через год, как только вложили, фабрика открылась, идет добыча, с первой добычи уже начнется. Да, с первой добычи начинается уже распределение дивидендов. А дивиденды вы будете выплачивать как ежемесячное, ежеквартальное, каждый год? Ну, для удобства ежеквартально удобно. Ну, и можно по... Этот вопрос еще обсуждаем. Для удобства людей, то есть кто-то хочет получать там раз в 3 месяца, чтобы побольше. Хотя я считаю и так, если при вложении 5 тысяч долларов, дивиденды будут достаточно для проживания нормального. И дивиденды годовые, еще раз переспрашиваю, говорили на уровне 120%. От 120%. От 120%. 120% это минимум. Минимально. Хорошо, от чего будет зависеть выше, допустим, если вдруг получается выше доходность, за счет чего она зависит? Потому что ведь это с золотом, насколько я знаю, золото сейчас падает в цене, сейчас поднялось, 1200 производителей плачут, что если ниже 1100 пустится, мы закроем заводы, не будем ничего производить. Насколько это, вот этот миф вы можете как-то развить? Я думаю, что производители просто цены таким образом могут поднять путем снижения добычи. Знаете, как это делается, игра на нефть, аналогично это и спрос на золото всегда есть. Наша компания. То есть неужели получается, что дивиденды в два раза больше, то есть добыча, к примеру, если 1200 цена, к примеру, иночная цена, наверняка ваши клиенты, которые у вас покупают золото, они покупают дешевле наверняка, поэтому выгода есть, да? И получается 100-120% годового дохода? Я еще раз повторюсь, 120% это при самых негативных, это самый негативный вариант рассматривается. Это минимальная сумма, которую можно заработать. И на самом деле цена золота, она не так сильно колеблется, а у нас очень большая маржа за счет того, что мы сами добытчики. Добытчики и процент содержания по первичной разведке у нас от 6 до 8 грамм на тонну. Ну, кто специалисты поймут, в чем дело, будем так говорить, что рентабельность добычи золота начинается от 3 грамм. А у вас от 6 до 8 грамм на тонну? Мы проводили первичную разведку, у нас от 6 до 8 грамм. Соответственно, при наших показателях это достаточно рентабельно. То есть при тех же затратах мы имеем золото в два раза больше, чтобы было понятнее, чем обычно люди заходят в этом бизнесе. Почему такое? Мы готовились к этому моменту 3 года. Мы искали более удачные участки. Были проверены очень большие территории. И чтобы было понимание, на сегодняшний момент у нас территория 150 квадратных километров составляет. Уходится это в районе Китве. Это так называемый район Хопа-Белт, медный поезд. Как вы знаете, что медь и золото, это братья, которые геологи знают, в этом, в одном месте, если есть медь, всегда будет золото. Или наоборот. Поэтому мы выбрали удачный участок. Считаю это большим достижением. Мы хоть и 3 года потратили, но нашли участок, на котором наши затраты будут меньше. И плюс, по первичным оценкам, запасы этого участка при добыче миллион долларов в месяц будут составлять на 28 лет. То есть, если на миллион долларов в месяц вы будете добывать золото, то 28 лет будут добывать. А на сколько планируете добывать в месяц? Все зависит от объема. Естественно, можно поставить фабрику за 50 миллионов долларов. Можно поставить фабрику за полтора миллиона долларов. Ну вот первичное, которое вы можете собрать за 5 миллионов. Первичное мы рассчитываем на миллион двести долларов. В месяц. А, в месяц. Миллион двести долларов в месяц. Вот значит, если расчет на миллион долларов в месяц, в 28 лет может добывать золото, это вам столько золота? Да. Вы еще говорили, что там есть медь. Медь это второе направление нашего проекта, это добыча медного концентрата. Как вы знаете, медь используется... То есть это этот же завод, который за 5 миллионов, а это уже другие будут? Это в этот же завод, просто методом флотации делается медный концентрат. То есть вы сразу будете и золото, и медь? Да, и золото, и медь, да. Медный концентрат используется предприятиями-изготовителями меди. То есть это сырье, необходимое для изготовления меди. Как вы знаете, медь используется в виде электроники повсеместно. Это металл, который пользуется спросом. Проводка, да. Да, проводка и так далее. На сегодняшний момент мы проводили переговоры с компаниями-закупщиками. Есть компания Puma, это не только спортивные товары, это еще южно-африканская компания, которая занимается закупом и изготовлением меди. Очень серьезная компания. Компания готова заключить нам контракт, выкупать все, что мы добудем, то есть весь концентрат. Медный, да? На 5 лет контракт, да. Медный? Медный концентрат, да. То есть фактически инвесторы, которые сегодня будут вкладывать деньги в этот завод, в строительство этого завода, в этой фабрики, скажем так, да, есть гарантированные покупатели, гарантированный сбыт. То есть фактически риски отсутствуют? Риски отсутствуют полностью. То есть проект проверенный со всех сторон. Даже крупные инвесторы, которые хотели зайти в наш проект, почему, ну, то есть мы пошли на старт, не обладая нужной суммой. У нас были предложения от крупного инвестора. Но, сами понимаете, если крупный инвестор, грубо говоря, один человек зашел, он и хочет, естественно, полностью управлять этим бизнесом. Мы хотим работать сообща, ну, и прежде всего дать возможность заработать людям, которые только становятся на этот путь. То есть развивать инвестирование среди русскоязычного населения, то есть в регионах, где не очень это еще... Почему я и обратился к вам? Так как вы куете кадры. Это так, да, действительно, правда, мы куем кадры, и огромное количество и брокерских компаний к нам обращаются, и другие, да, поэтому интересный вообще проект. Хорошо, ну, еще тогда такой вопрос. Вы, как бы, хотите привлекать деньги через какие-то краудинвестинговые платформы, либо у вас будет собственный сайт, собственный личный кабинет напрямую в компанию без всяких посредников, без всяких платформ. Мы работаем без посредников, без платформ напрямую, и поэтому, во-первых, есть риски очень много наших так называемых псевдоинвестиковых платформ, которые собирают деньги, а до конечного потребителя они не доходят. Чтобы убрать эти риски, мы не хотим размещаться на платформах, и организовали свой сайт с личным кабинетом, то есть человек зарегистрировавшийся внес деньги, получил документы и стал владельцем акций. То есть в личном кабинете он заплатил деньги, и сразу же ему выписаны, будут вписаны акции вот этой гонконгской компакте, да? Интересная процедура, конечно. То есть это сразу все мгновенно будет в личном кабинете, да? Или она будет ждать какое-то время по краю? Ну, чтобы их лично в руки получить, естественно, нужно будет ждать. То есть сертификаты можно будет отправлять акции по почте, да? Да, да, да. Это по заказу можно будет оформить. Ну, интересное такое предложение. Инвестиция от 100 долларов, конечно же, это будет очень-очень хорошее такое предложение инвестиционное. И еще тогда вот ряд вопросов для того, чтобы для уточнения. Значит, правильно я понимаю, что сумма необходимая для реализации, скажем, проекта, то бишь построить фабрику, необходимо 5 миллионов долларов. Желательно их собрать за год, и тогда, если за полгода соберутся эти деньги... Замечательно, быстрее начнем заработать. Быстрее, то есть если вы собрали деньги, через сколько времени идет эксплуатацию? Это же нужно заказать какие-то оборудования, чтобы... Это все в процессе будет. Ну, фабрика, доставка, сборка, это занимает 4 месяца. 4 месяца, это одноможня. Грубо говоря, все равно там полгода, год, где-то вот так вот еще. Плюс подготовить нужно площадку, построить жилье для работников, так как это достаточно удалено от города, да, это 400 километров от столицы Лусака. А если акционер после запуска проекта, предположим, будет, захочет продать акции, где он это смог сделать? То есть без проблем мы можем, как предложить выкупить, компания может выкупить, так же между участниками будет такая возможность продавать свой дом. Когда кто-то захочет купить, можно будет продать. А планируете ли выход на фондовый рынок? Планируем для этого. Есть это в планах, разработанная концепция. Для этого, опять же, необходимо нанимать аккредитованную компанию, которая проводит обследование нашего участка. То есть, чтобы было понимание, мы провели разведку всего лишь на 15 метров, поглубились. Что на 100 метров, то есть, может быть, там еще такие залежи быть. Соответственно, компания, которые аккредитованы для выхода на биржу, они проводят более глубокую разведку до 150 метров и оценивают полностью весь потенциал. И планы такие есть. И после выхода на IPO, естественно, акции в разу увеличатся. Хорошо. И когда, предположительно, вы собираетесь запуститься, то есть, сразу, как появится сайт, сразу будет запуск или будет какая-то промоутерская акция? Тот, кто хочет поучаствовать, оставить свои какие-то координаты, им потом сообщиться это? Ну, будет предварительная оценка, будет предварительная оценка. Я объясню, почему, для чего это делается. Те люди, которые зайдут на старте, будет предложено 50-процентный дискаунт. То есть, соответственно, человек, вложивший 100 долларов, получит долю на 200 долларов. И, естественно, это предложение будет ограничено, как по срокам, так и по средствам. И тоже от 100 долларов там инвестиции будет? От 100 долларов, но будет ограничен потолок, то есть, до 5000 долларов. Не более 5000 долларов. Почему сделано именно таким раз? Ну, не хочется, чтобы, так называемые люди, которые имеют возможность, скупили подешевле большое количество акций. Хочется дать возможность всем заработать на этом первом этапе. И цена, естественно, то есть, долей, этот период будет не очень большой. Я так думаю, в районе трех месяцев всего лишь. И ограничен будет участием до 5000 долларов. Понятно. А потом, может быть, дискаунтов уже не будет? Дискаунт будет сохраняться. Естественно, все зависит от этапа финансирования. Понятно, что на момент, когда уже будет готова фабрика и буквально предзапуски, наоборот, будет еще повышаться стоимость. Семь из акций уже будет больше номинальной полосы? Конечно. Ну, интересное предложение. Достаточно интересно. Первый раз слышу такое предложение. Много, кто по золоту предлагает. Но такие вещи, конечно, очень интересные. Если вы помните, дорогие друзья, наши слушатели Академии Частного Инвестра, я говорил, что когда меня спрашивали об инвестициях, что нужно инвестировать именно непосредственно, прямые инвестиции, те, кто добывает золото, кто продает золото. По крайней мере, в золотодобывающей компании. Вот есть такой шанс сегодня. И я рад этому знакомству. И хочу сказать, что интересное предложение, где я тоже поучаствую с большим удовольствием, потому что иметь еще и в этом сегменте рынка, это достаточно очень интересно. Ну и вопрос тогда для тех людей, которые вас будут продвигать где-то. Какие для них возможности и смогут ли, скажем, они на свои доходы приобретать, которые заработали у вас, приобретать акции вашей компании? Мы рассматриваем этот вопрос. То есть то реферальное вознаграждение, которое получил участник при продвижении продажи наших акций, он сможет и имеет полное право на эти деньги приобрести, также принять участие и получить долю в проекте. Но это все будет по желанию. Если также будет действовать вывод средств, может быть раз в неделю, пожалуйста, будет 20 лет, если человек не хочет, а вкладывать дальше, развивать свой портфель, увеличивать без проблем, это тоже возможно. Вот мне часто задают вопросы инвесторы, очень часто, что Андрей говорит, вот есть ли компании, которые вот я привлекаю сюда инвестиции, и есть ли такие компании, которые могли бы еще, так как у вас подлиненок, правда, инвестинг, там будет реферальное вознаграждение, что когда их клиенты потом начинают получать дивиденды, чтобы они получали какие-то комиссионные дивиденды своих клиентов. Вот рассматривается ли у вас такой вариант, и возможно, раз вы сами произведите, такая высокая доходность, то рассматриваются ли такие варианты? Вариант этот рассматривается, но, естественно, он будет доступен для людей, для крупных игроков, будем так говорить, для тех, кто привлек достаточно. С определенного? С определенного количества денег. То есть не 100 долларов привлек, а там, допустим, тысячи, десятки, сотни тысяч. Да, потому что вы же понимаете, одно дело в распределителе реферальное разово, а другое дело постоянно при перечислении дивидендов. Это маленькие суммы, если будут комиссии и так далее. Просто можно этот бизнес съесть. Хорошо, еще тогда вопрос, я так понимаю, если у вас там, вы сказали, сколько 150 квадратных километров, да? 150 квадратных километров. И если получается, что выгода будет действительно такой очевидной, то выстроится наверняка же очередь к вам на разработку дальнейших, да? Будет ли, ну, скажем, объем потребления золота и серебряные меди, он каким-то образом может быть ограничен? К примеру, вы добыли, ну, предположим, там на 2 миллиона в месяц, а вас покупают всего лишь там на миллион в месяц. То есть получается... Нет, такого не может быть из-за того, что, во-первых, страна, правительство республики Замбия, они готовы выкупать с 7% дискаунтом ниже рынка. Ниже рыночной цены? Минус 7%. А вы можете дать... Мы можем себе это позволить, они готовы выкупать у нас полностью все, что там добывает. А также мы можем, у нас, мы провели оценки реализации в Арабских Эмиратах, вы знаете, что банки там работают с металлическими счетами, которые тоже готовы... Но есть обезличенные металлические счета, есть металлические счета наличные, то есть реальное золото. Реальное золото, металлические счета, да, вовремя готовы, можно вкладывать туда, на счета, а снимать просто в любой валюте, в какой-то валютной. То есть металлические, мультивалютные, я считаю. И таким образом реализовываются. Да, очень интересно, очень скажу, и, дорогие друзья, я считаю, что... Действительно, золотая жила. Я считаю, что есть момент вот в этой компании, конечно, золотая жила. Но тогда, что я хочу пожелать, что ждем тогда вашего сайта, ждем ваших предложений, и, может быть, мы вас пригласим, если вы не против, соберем вебинар. Все, кто заинтересованы, чтобы вы ответили на все вопросы. Скажу, вопросы у меня подготовлены, как вы сказали, кадры, они могут самые колкие вопросы вам задавать. Без проблем я готов ответить на те вопросы, в которых я компетентен, я всегда готов открыть. Открыть к общению. Есть еще такие моменты, как, естественно, дальнейшая деятельность нашей компании. Немножко хотел уточнить, после того, как человек станет инвестором нашим, у нас будут закрытые, то есть много информации мы не можем дать публично, но будут закрытые конференции, на которых мы можем рассказывать, вести отчет. То есть уже для инвесторов? Для инвесторов мы будем вести отчет, а также планировать нашу деятельность, доходность, ну это уже после запуска добычи. То есть отчетность у вас ежемесячная будет? В процессе, у нас в процессе будет отчетность ежемесячно, также будут новости. То есть на все деньги, которые получены, куда потрачены, вы покажете, куда потрачены? Да, естественно, да, полностью все. Но это будет только от среди участников, такая информация достаточно. Ну понятно, понятно, для основного дела. Ну, у меня вопросов больше нет, может быть у вас есть какие-то пожелания к слушателям Академии? Можете высказать? Ну, дорогие слушатели, я желаю вам хороших инвестиций, благоприятных, чтобы они приносили доход, поменьше рисков. Думайте головой, учитесь, развивайтесь. И надеюсь, что те знания, полученные у вас в Академии, пригодятся вам и вашим детям. Будет от этого доход и более благоприятная жизнь. Спасибо большое. Ладно, спасибо. Ну что, дорогие друзья, давайте я увидел, там есть ряд вопросов. Александр сейчас подключится, ответит сам на эти вопросы и уже, ну скажем, от него услышите эти ответы. По крайней мере, скажу свое мнение после общения, изучения этого проекта, что, еще раз хочу повторить, еще лет 15 назад, когда многие, кто зарабатывал большие деньги, хотели входить в такой рынок, ну, к сожалению, зайти туда даже с миллионом долларов было невозможно, но было еще связи, иметь для того, чтобы войти в этот рынок. Поэтому, я здесь читал, там, ну, риски, все остальное, лохотроны, вот, я хочу грубо сказать, ну, дорогие друзья, вот, скажу грубо, но правда, в лохотроны попадают лохи. Академия частного инвестора создана для того, чтобы вы научились, вот люди, которые здесь обучаются, научились, первое, оценивать риски, второе, тестировать инвестиционные предложения, инвестиционные возможности, которые сегодня есть, потому что, вот тот же МММ, который там написали, МММ, куча народа пошло, да, я говорил людям, что, ребят, ну, блин, вы осознаете, куда вы вообще идете и зачем вы идете, нет, ждали, ты не понимаешь, мы сейчас изменим мир, и так далее, и так далее, и так далее, да, у меня даже знакомые говорили, Андрей, ты же с такой вот харизмой, с такой мотивацией, почему ты не идешь в МММ, да, ну, поймите, есть определенные пирамидальные системы, которые почему-то, всех, не всех, многие часто приходят, вот в нормальную компанию он не приходит, а по пирамидам и по жуликам и по всяким скамам он почему-то ход, поэтому мы обучаем, хочется тебе в пирамиду инвестировать, ну, инвестирую, хотя инвестиция в любую пирамиду, нужно смотреть, как лотарей, в большей степени, но не как инвестиция, поэтому здесь нужно сказать следующее, что, как вот Александр сказал в конце, мне очень понравилось, да, думайте головой в первую очередь, то есть, для чего созданы наши вебинары, для чего созданы все эти общения, для чего мы приглашаем и нас в 2013, в 2014 году до июня месяца, пока Месси активно не начал, не осознал, что такое Skyway Invest Group, вот даже Александр не задавал вопрос, говорит, давай вот со мной там и так далее, когда я изучил дело, сказал, блин, вообще супер дело, он говорит, давай со мной, пойми, для меня Skyway это глобальный проект, который я хочу его реализовать, да, поэтому мне некогда, но если ты сделаешь вот это без проблем, я приглашу в Академию, у нас огромное количество осознанных инвесторов, есть те люди, которые прошли обучение, кстати, огромное количество людей, которые не пришли в Skyway и мне писали, что Андрей, я там лохотроном занялся и всех в Skyway зазвал, да, хотя Александр является одним из инвесторов нашего Skyway, и что хочу сказать, да, но те люди, которые мне говорили, что в Skyway вот я пошел типа лохотроном занялся, да, они реально предлагали потом компании, которые банкротились через полгода, поэтому, дорогие друзья, вы, знания, которые мы даем в Академии, они помогают человеку, особенно вот в среду было, кажется, да, или во вторник был вебинар, где показывалась балансировка портфеля и как нужно балансировать портфель, на чем строится гарантированная доходность любого инвестора, и изучайте, хотя бы бесплатные материалы, их полно, полно, который у нас есть. Поэтому давайте вот сейчас, скажем так, еще раз повторю, ну грубо, да, в лохотроны попадают лохи. Если вы не хотите попадать в лохотроны, не будьте лохом. Нужно обязательно все досконально изучать, все досконально проверять. И то, что там кто-то пишет, вот я там верю Хавратову Андрею, ПТФ, без оглядки я пойду. Или как люди говорили, Андрей, я тебе верю, я пойду там в скобе. Если я говорил, изучите сначала, что это такое, подходит это вам, понимаете, сколько вы готовы инвестировать, ну пожалуйста, инвестируйте. Конечно, предложение, которое вот Александр, когда сказал про 100 долларов, я был удивлен, потому что в такой, то есть это действительно огромное количество людей, которые могут иметь достаточно хорошую прибыль. По поводу, это сразу ответ, это наверное ко мне, я отвечу на вопрос, когда сказано, ну что там, можно и в банке там кредит взять, да. Дорогие друзья, сегодня банковский сектор, чтобы вы понимали, вот мы хотели помочь тут в России одному человеку, связанному с нефтью, и у нас есть выходы на финансовые группы, банковские деньги, да. Так вот, дорогие друзья, ему денег не дали, хотя его активы стоят более что-то 30 миллионов долларов, а просил он всего лишь 5 или 7 миллионов долларов, а около 12 миллионов долларов, да. банковский сектор сегодня дает от 20, примерно 25 процентов от стоимости активов, которые они оценивают, потому что его актив оценен реально в 30 миллионов долларов, а банковский сектор оценил его актив в 10 миллионов, значит 20 процентов всего может дать 2 миллиона. Ну понимаете. Поэтому в данном случае мы рассматриваем, и вот это предложение от Александра Глебова, это долевое участие в новом развивающемся бизнесе, в слость добывающей компании. Александр, ну что, вы подключились, Александр? Наверное, вот этот вопрос тоже я могу ответить. Если акция стоит 100 долларов по номиналу, то со временем ее стоимость... А, вот Александр. Подключился. Александр, ну что, наверное, видео не включай, вот так вот. Да, здравствуйте все, как меня слышат? Давайте на эти вопросы. Нет, видео не потянет, я через... На китайском сервере тут сложности со скоростью. Вот вопрос сразу. 5 миллионов, небольшие такие деньги, что-то... Как же написано? Ну что-то маловато слишком, 5 миллионов, что-то для такого проекта. Как этот вопрос прокомментируете? Ну, вообще стоимость 7,5 миллионов, во-первых. И уже немножко там цифры изменились за тот месяц, который прошел после нашей встречи последней. На вчерашнем совещании у нас, мы подбились уже около миллиона инвестировано в собственных средств. около миллионов. Это во-первых. Во-вторых, ну, естественно, естественно, можно построить завод за 50 миллионов, и он будет нести гораздо большую прибыль. Можно заниматься афинажем. Мы идем по такому пути эконом, развитие. У нас были предложения, нам крупные инвесторы предлагали оставить нам 6 процентов и инвестировать около 50 миллионов в компанию. Ну, естественно, мы тогда получаемся такими уже не партнеры, а так. Поэтому мы пошли путем привлечения частных инвестиций, чтобы работать на равных. Хорошо. Вот еще вопрос. А власти Замбии разрешат 27 лет работать в стране, не захотят ли приобрести завод, фабрику к своим рукам данной добычи? Ну, Это такая тема, тема рейдерства, она очень знакома с жителем России. Там немножко по-другому в этом плане. Все спокойно, свободно. Во-первых, в этом проекте предусмотрена на участие местных, местной коммунити, то есть деревня, мы предоставляем рабочие места, у нас есть соглашение, согласно которому мы построим школу, приобретем школьные автобусы, больницы, то есть это развитие мы даем региону, и поэтому местные жители, они все за нас. А помимо этого, у нас мы тоже оцениваем риски, естественно, все договоренности, которые были еще с прошлым президентом, вот сейчас новый пикетент вступил, инаугурация прошла буквально на днях. Поэтому за это переживать не стоит, участвовать мы можем разрабатывать 99 лет. А 28 лет это по оценкам, первичная оценка, по проверке на 15 метров мы всего забуривались. Сейчас будем проводить по мере поступления средств мы будем проводить глубинную разведку уже до 150 метров и тогда уже будут точные оценки. Во-первых, во-вторых, миллион двести доходность компании это без увеличения объема, а увеличение объема можно через два месяца, то есть до 5 миллионов в месяц можно спокойно компанию разгнать даже на этом оборудовании. Я был на фабрики мы оплатили 30% стоимости фабрики уже оплачено. Я был на фабрике и изменили мы объем в связи с тем, что увеличивается стоимость проекта, мы решили увеличить объем производимого обрабатывания фабрики. первоначально мы брали фабрику на производительность 300 тонн в сутки, фабрику поменяли на 800 тонн в сутки. Хорошо, Александр, вот еще есть вопрос, значит, зачем платить больше 120% годовых, если в банке можно взять под меньшим процентом? Чтобы взять в банке кредит, кто обращался и имел опыт работы с банками, давайте так, у меня образование банковское, я сам это знаю, это бизнес изнутри. Чтобы получить кредит, тем более на сумму более 5 миллионов долларов, нужно показать доходность компании изначально, что компания уже зарабатывает. Компания зомбийская Топфор мы ее открыли в 2012 году и доходов она никаких еще не принесла, по ней идут только расходы, то есть по балансу идут одни расходы, мы платим за разведку, мы покупаем оборудование, ну понятно, идут одни расходы, доходов она не приносит, так как мы еще ничего не добыли. Соответственно, банк рассматривает всегда как потенциального плательщика, то есть будет мы платить, либо вариант какой объявляет какие-то условия не очень удобные для нас. Нам проще отдать 50%, увеличить объем, то есть мы зарабатывать будем столько же, сколько бы мы, если бы мы самостоятельно это подняли бы проект, но при этом не обращаясь уже к банку никуда. вот вопрос, где можно посмотреть информацию об этой компании, Владимир пишет, уточните, посмотреть о компании сайт компании или посмотреть о этой компании в Замбии или где еще? Я до этого в чате написал, каким образом можно отследить то, что это не лохотрон, не пирамида никакая, все на официальных ресурсах в республике Замбия, забейте просто в поисковике там Кадастер Замбии по-английски, высветится сайт Кадастер в поисковой строке на этом сайте забейте компанию ТОППАД и высветятся две лицензии, которые мы обладаем. Там указаны площади нашего конкретного лицензия выясняют ДТП. Также указаны координаты этих участков. Мало того, можно в процессе работы естественно все будет отчетность и видеоматериалы, как проходят работы на участке, каким образом, куда деньги тратятся инвесторов. Александр, вот еще интересный вопрос Ольга Санкт-Петербург к Александру. Были ли у вас ранее подобные проекты или на чем основан ваш опыт работы? В Африке изначально я занимался драгоценными камнями и мы работали по камням. Но увидев на примере нескольких компаний, которые начали работать и зарабатывать. Изначально мы заинтересовались производством медного концентрата и поэтому перешли на этот бизнес. Это более высокорентабельный и стабильный спрос. То есть вы понимаете ювелирные украшения и медная проводка и разные вещи есть. Прямая необходимость между сегментом лакши называемых. В период кризиса не особо пользуется спросом. Вот еще интересный вопрос. А если форс-мажор, например, война, что тогда с этим участком? Воевать в Африке вы посмотрите и вообще что происходит. Где воюют в Африке? Те страны, которые раньше поддерживал Советский Союз, там нестабильность идет. А Замбиби это бывшая английская колония и бывшие английские немецкие колонии недостаточно стабильны. Так как хоть они перестали быть колониями, но они еще контролируют государства и соответственно никто там не допустит вооруженных каких-то конфликтов. По крайней мере таких предпосылок нет и не будет ближайшей истории. А вот Денис, меня смутило выражение Александра, что риски полностью отсутствуют. Риски всегда есть. что на эту прозу скажешь лицензии? Риски видимых рисков нет на сегодняшний момент. Риски были три года назад когда мы заходили. Да, тогда были риски. Был риск что не найдем золото. Был риск что не сможем получить лицензию и так далее. Все этапы высокорискованные мы уже прошли. так вот здесь вот Владимир нет адреса главного офиса когда зарегистрировано какой уставной капитал можно посмотреть ее годовой баланс за последний год никакой информации в Википеде. Это вопрос по какой компании? В Википеде я отвечу. Ну наверное по технологии развития инвестиций. Эта компания создана специально для привлечения инвестиций в компанию TopFat. То есть этой компании переданы 50% акций TopFat которые являются владельцами участных. Я один из акционеров этой компании так проходит. И вопрос меня смутило выражение Александра что риски отсутствуют. Риски не всегда ответ какой был в своей стране? Не слышно было меня? По поводу рисков риски понятно присутствуют. Есть высокие риски. на сегодняшний момент видимых рисков нет. Дмитрий Кабаев Здравствуйте Александр можно ли получить информацию для изучения кто управляет компанией наличие лицензии регулятор и сайт личный кабинет бизнес план спасибо. бизнес план будет вскоре размещен на сайте будет указана то есть расходная сторона по поводу бизнес бизнес плана это который ты мне вчера озвучивал 12% 1 уровень 4 2 и 2 3 нет я так понимаю все таки вопрос был о бизнес плане деятельности компании это маркетинг может быть бизнес я могу так вот пишет Елена в случае конфликта интересов в какой суд обращаться где родина компании и кто учредит вообще регистрация компания зарегистрирована в Гонконге почему настроены на суд я не понимаю есть в контракте ну в случае конфликта интересов в случае конфликта интересов ну прежде всего договариваемся изначально сами а если уже конфликты какие-то нерешаемые суды рассматриваются общей юридикцией я думаю находятся ну честно говоря я не понимаю не понимаю пока конфликт в чем может возникнуть еще раз не понял ответ не слышал вопрос был о суде где рассматривается в случае конфликта интересов все зависит какой какой именно конфликт в чем интерес если это касаемо гонконгской компании наверное в гонконге по поводу плохой звук вопросы на ответы да так вот на сайте который сейчас ссылку получите там есть кажется skype поддержка или онлайн поддержка вы задавайте там вопросы на эти вопросы все вы получите ответы вчера мы разговаривали с программистом я там некоторые рекомендации еще им дал что нужно сделать поэтому он сказал что сегодня уже включится служба поддержки и пишите вопросы и на эти вопросы там будут различные ответы какой сайт компании по предлагаемым инвестициям в проект и так далее сейчас я вышлю вам ссылочку елена тут вопрос я так по-моему уточнила в не выплате дивидендов и не выкупе акций мы будем рады с удовольствием выкупить обратно акции по цене по которой продавали когда проект закусится а дивиденды будут вы как владелец акций будут распределяться соответствующие владения ваших долей ежеквартально то есть если не получите вы дивидендов соответственно я тоже их не получу значит в этом вопрос не может возникнуть никак а вот Александр интересный вопрос Тимур задает сколько этапов развития и на каком этапе находится компания сейчас мы прошли этап предварительной разведки то есть мы подтвердили что на нашем участке есть золото есть медь сейчас требуется разведка более глубинная аккредитованной компании мы проводили разведку своими силами привозили из России или из Украины геологов наши были геологи разведки а сейчас нам нужно провести глубинную разведку аккредитованной компании чьи результаты разведки будут приниматься банками биржи таким образом таким образом можем рассчитывать на финансирование дополнительное дальнейшем биржи александр александр вот еще есть вопрос я считаю хороший если вдруг какая-то авария на фабрике там оборудование взорвется там или еще что-то как здесь будет ну я так понимаю вопрос застрахован или будет застрахован это будет в любом случае дело в том что фабрика это не производство бензина там взрывоопасного особо ничего нет да будут взрывоопасные материалы для вскрышки которые будут использоваться для взрывов поверхности скального грунта ну это проводят взрывы компания лицензированная естественно тоже застрахована вся их деятельность а что касается непосредственной фабрики где будет производиться золото и негативный концентрат там не горючие элементы все используются щелочи то есть они не взрывоопасны взрываться в общем там нечего там вот уже кто-то писал может даже метеорит упадет возможно различные могут вот различные события давайте не будем фантазировать еще у меня этот самый реферальная ссылка Академии частного инвестора и там у вас Романенко Игорь если не ошибаюсь так как он инвестиционный консультант и один из скажем сотрудников Академии вот вопрос хороший Александр 100 долларов это за одну акцию или сколько акций входит в эти 100 долларов или какая доля ну то есть спрашиваются что за 100 долларов это какое количество акций это 100 долларов это минимальная доля в проекте стоимость этой доли 100 долларов и она составляет 16 тысячных от прибыли доля акций стоимость акций на сегодняшний момент оценена в 600 долларов то есть вот эта доля это 1,6 от акций 10 тысяч акций 10 тысяч 600 долларов стоит одна акция а доля в проекте минимальный ход то есть 100 долларов это 1,6 от акций хорошо дорогие друзья мы будем продолжать дальше вебинар давайте мы сделаем так у кого есть интерес регистрируйтесь по этой ссылке в следующую субботу или когда сделать рассылку будет вебинар где Александр уже со своими специалистами ответит на все ваши вопросы которые вы за это время подготовите вопросы единственное я знаю что я хотел проинвестировать но пока такой возможности еще нет там подключают интернет экваринг насколько я знаю свист перевод потому что лично я хотел проинвестировать но как сказал Александр нужно немножко подождать и в следующую скажем пятницу да Александр ты говоришь да извините я еще прерыву потому что у меня служба поддержки на связи они попросили сообщить что отвечает на имейл очень оперативно и люди чтобы не волновались и что регистрация только по ссылке идет те кто заходят просто название сайта забивают у них не получится зарегистрироваться нужно реферальная ссылка чтобы была да то есть кто заходит на сайт просто зарегистрироваться не сможет нужно будет ID пригласителя ну вернее ID пригласителя не тот самый только нужно по ссылке по которой вы получили либо если вы зарегистрируетесь у вас будет рефссылка вы ее можете выслать там ну кому вы хотите скажем так и сейчас идет предрегистрация потому что я так понимаю что это как предоткрытие проекта открытие проекта будет наверное когда уже все счета будут тогда уже будут вебинары и на компании расскажут как оплачивать куда оплачивать каким образом приобретать вот эти вот доли в компании для тех кто впервые я хочу сказать еще какой момент ребята чтобы вы понимали там вот листинг кто-то спрашивал поймите есть акции двух категорий категория шер и категория стока и именно поэтому биржи называются на английский перевод вот на английском звучит stock change то есть обмен акций так вот чтобы вы понимали есть доля в компании по нашему по русскому а вот скажем по европейскому стандарту так как Гонконг это бывшая британская колония там тоже лондонское право скорее всего работает так вот шеры есть такое понятие шеры у вас же шеры да Александр я так понимаю или у вас публичная компания нет у нас закрытая компания то есть у вас закрытая то есть как закрытое акционерное общество или как ЛТД как ЛТД мало того и это как ЛТД а ну вот договор долевого инвестирования то есть долевого участия конкретного изначально деньги будут поступать долевое участие в проекте вы же понимаете мы не можем каждый день каждый день ходить в реестр обновлять владельцев акций поэтому мы выдаем сертификаты подписываем договор по почте пересылаем то есть это полностью договор в оригинале подписывается и уже в дальнейшем когда собралось количество определенных участников идем в реестр регистрируем получаем акции и уже акции СД я хочу ответить Елена Новороссийская Елена у меня к вам вы написали поймите это вебинар не для скажем Skyway Invest Group а для Академии частного инвестора и в моей академии если кто знает благодаря академии в марте 2014 года получила очень стремительное финансирование проект Skyway в Академии частного инвестора ко мне протекуют подписчиков на мой курс 8 правил частного инвестора более 50 человек иногда в день в среднем это 1000 человек в месяц поэтому поймите какой момент еще раз хочу сказать кто здесь ярый Skyway я тоже ярый Skyway Александр это знает я еще и профессиональный инвестор и у меня есть активы до Skyway которые мне позволяли жить уже путешествовать и жить там где я хочу поэтому в Академии частного инвестора мы говорим о том какие есть возможности и сейчас уже с октября месяца у нас будет образование я об этом в конце скажу но скажу одну главную вещь что каждый человек имеет право на определенный выбор и если человеку что-то нравится скажем одно он может только одним пользоваться но если человек скажем хочет диверсифицировать еще определенные свои доходы а таких в Академии огромное количество потому что у меня порядка где-то 25% людей в Академии которые напрочь не пришли в Skyway и более того называли меня грубыми словами и когда вот я с некоторыми из них поговорил об этом направлении и говорили слушай как появится давай быстренько мне ссылку вот эти направления мне нравится поэтому так как я еще являюсь владельцем Академии частного инвестра которая была создана гораздо раньше чем появился проект Skyway поэтому поймите ребята здесь предложение в большей степени для тех кто ищет еще какие-либо инвестиционные предложения для себя вот это то что вам необходимо понимать Александр в общем я тогда мы с вами будем завязывать наверное да как только там у вас возможности по оплате сразу же Маяк Утина чтобы мы тоже я хочу тоже иметь возможность получить 50% дисконта да вы регистрируйтесь будет уведомление в течение я думаю недели уже вопрос все решит потому что мы сейчас то есть мало принять деньги понятно нам же еще будет необходимо выплачивать реферальные вознаграждения мы об этом кстати не поговорили людям не дали возможности что можно даже и зарабатывать в нашем проекте не только получать дивиденды после старта но и в процессе продвижения проекта у нас выплачивается 12% реферальные вознаграждения на первой линии 4 на второй и 2 на 3 и так как чтобы выплачивать вознаграждение поэтому занимается реферальной поэтому мы сейчас решаем чтобы была возможность выводить вот эти средства на выплату вознаграждений и каким образом это лучше сделать нужно с людьми тоже посоветоваться кому как удобно будет получать эти деньги либо на карту либо какие-то электронные платежи еще раз повторюсь принимаем деньги все только официальным путем насчет компании и по договору вот Виталий тут уже написал у ТОПФАТ есть два участка в Замбии судя по кадастру этой страны 19 наш участок 19 под лицей который первый 240 квадратных километров в районе реки как вы как вы это можете прокомментировать вот здесь вот здесь вот здесь да этот самый мы работаем на участке который закреплен под номер лицензии я вам сейчас скажу номер лицензии 19 711 12 два участка да да на контакте Виталий какой какой комментарий вы хотите получить как вы это можете прокомментировать вот я зашел и что здесь а ну кадастровая карта вбивайте номер участка и все нет тут речь шла о как подтвердить то есть нашу деятельность и законность я дался информацию как можно на сайте посмотреть размер участка что на нем находится на что лицензия какие сроки хорошо хорошо Александр ну все мы тогда продолжим у нас еще одна тема у кого есть вопросы Александр может быть ссылочку на свой скайп скинуть или каким образом с вами связаться то есть в чат тогда скиньте там может быть email или skype чтобы люди могли напрямую с вами связываться и выяснить какие-то вопросы может быть ну по вопросам регистрации это служба поддержки если если есть какие-то предложения по работе по крупному инвестированию контакты указаны на сайте там телефоны компании указаны можно всегда сфанатизация хорошо еще Александр последний вопрос этот товарищ который нам задавал он говорит что есть еще же то есть помимо золота значит есть еще другие ископаемые это тоже может быть перспективным инвестированием вопрос да там мы изначально в бизнес плане у нас забито золото иметь и то что будет оставаться после переработки там еще и кобальт там есть многие редкие методы в общем там работы очень много и вот еще вопрос знаете какой вот насколько защищены инвестиции дивиденды вашей компании от наскоков нашего государства как только власть увидит сверхдоходы инвесторов сразу постарается их изъять ну мы каким образом выпусканий а как они могут изъять владеть акциями других компаний круг честно говоря непонятен этот страх они могут задать вопросы наверное инвесторам откуда деньги получают ну они у вас официальные эти деньги вы можете спокойно показать что вы являетесь акционером и получаете дивиденды на основе компании того что вы являетесь владельцем доли в компании да кстати кто еще не знает по российскому законодательству любой гражданин россии может купить акции иностранных компаний если не ошибаюсь подняли план то есть может быть владели в год ты можешь покупать 25 тысяч долларов и более вот это было 15 но подняли кажется 25 тысяч хорошо ребят все тогда мы Александр отпускаем все вопросы пишите в службу поддержки а мы продолжим наш вебинар Александр благодарим за насыщенную беседу как только будет возможность там приобрести доли сразу же маякуй потому что у меня есть желание всем спасибо за внимание хотелось конечно на все вопросы ответить качество связи к сожалению не позволяет все всем до свидания до скорых встреч пока пока но мы продолжаем дорогие друзья итак будущее инвестиционного мира в ближайшие 10-20 лет вы знаете я был удивлен буквально месяц назад когда меня познакомили с некоторыми ребятами которые достаточно очень крупные бизнесмены в своей отрасли и у них проблемы с финансовым сектором потому что оказывается вот я говорил это еще лет года 3-4 назад когда мне говорили вот есть крутые такие дядьки крутые бизнесмены я тогда говорил что поймите они все в долгах как в шелках если он миллиардер то у него примерно на 2-3 миллиарда доллара вот если вдруг он с банком как-то не найдет общих точек соприкосновения то он банк заберет весь у него бизнес еще он там миллиард 2 будет должен банков и вот недавно я говорю просто был удивлен тому что ребята хотят развиваться а в банке денег они не могут взять потому что уже деньги взяты в банке производство там или что-то которое есть объекты недвижимости у них постепенно изымаются банковским сектором либо вот эти вот ребята которые потом перекупают долги банковского сектора ну в общем ну скажем грубое слово скажу отжимается бизнес по полной финансовым институтами нет разницы в какой стране то ли это Европа то ли это бывший советский союз но это действительно так происходит и когда один из знакомых меня представлял как специалистом вот в этом направлении я действительно чтобы вы понимали на протяжении 15 лет работаю с тем даже больше уже 18 лет как брать деньги народные деньги и вкладывать их в развитие да начиная вот с одной страховой компании известнейшей еще в 80-х годах с Эфинвест работая огромное количество времени профессионально в дистрибьюции многоуровневой да работая в разных странах сегодня наступило такое время если я думал что нам лет через 5 или через 3 года придется как академия частного инвестора самим находить проекты то эти проекты сами нам стучатся и вот как Skyway был первой ласточкой такой который мне предложили и я естественно изучил это все досконально с головой пошел но за это время огромное количество проектов ну мало того что к академии когда мы как академия нам брокеры инвестиционной компании говорили спасибо потому что в академии частного инвестора мы готовим опытных инвесторов то есть мы готовим скажем инвесторов которые понимают как нужно оценивать инвестиционные инструменты они не задают такие вопросы я конечно удивлен вот здесь ребят такие вопросы задаются потому что аудитория академии обычно такие вопросы не задают а задают вопросы более После конкретного такого порядка, вот здесь было немного таких вопросов, которые люди, видать, уже давно у меня в Академии посещают вебинары, учатся и так далее. Так вот, что хочу сказать, ребят, что будущее инвестиционного мира, ближайшее, финансовый сектор и банковский сектор, который сегодня наладом дышит, который печатает электронные деньги на компьютере и раздает их направо-налево, а Америка у них и американское сообщество только создано для того, чтобы, ну и в последнее время европейский банк, американские банки, потом европейские банки созданы для того, чтобы печатать наличку, отдавать их в страны бывшего постсовета. Советского пространства покупать некоторых за эти фантики евро и доллары. И сегодня мы видим, что геополитическая прошлая тема моя была геополитика и как в геополитике выше. Так вот, дорогие друзья, в ближайшие 10-20 лет огромные инновационные проекты, стартапы, они особенно, которые требуют финансирования достаточно такого не копеечного, да, вот. Ну, что такое сегодня создать там, ну, я не знаю, тот же Skype, такой на русском языке, либо WhatsApp на русском языке. Ну, каких-то там 100 тысяч долларов потребуется, ну, может быть, 150 тысяч долларов, да. И запустить потом, и через какое-то время этот приложением будет пользоваться практически все русскоговорящее население. Потому что это уже делается, вот я жил в Таиланде, там у них есть свой, так называемый сервис, забыл, как называется, именно тайский сервис, который на тайском и на английском языке. В Китае давным-давно уже есть сервис типа YouTube, типа Facebook, там, социальные сети, ну, и так далее, да, которые местное население не пользуется. Почему? Потому что на английском, а не на китайском. Точно так, любое приложение, которое сегодня в гаджет вставляется, его сделают, ну, как два пальца от бетона, каких-то нужно 100-200 тысяч долларов. А вот проекты, на которые, вот вы видите, да, допустим, глобальные проекты, изменяющие мироуклад и изменяющие, скажем, политику жизни уклада. Вот эти проекты в ближайшее время будут финансироваться именно народными средствами. Это я вам говорю, ну, железно, 100%. И сегодня мы видим, что это происходит повсеместно. Даже простой пример вам приведу. Вот этот товарищ, который, как его называют, Илон Маск, ну, один в один повторяет Юницкого во многих отношениях. Один в один. Ну, вот только там, вот, хочу сказать, что это действительно так. Илон Маск по большей степени, да, использует огромные разработки НАСА и, ну, скажем, я не удивлюсь, если в ближайшее время и он начнет привлекать народное финансирование, народное инвестирование. Я скажу, что огромное количество людей пойдет к нему, потому что у меня есть знакомые, которые живут в той же России или Белоруссии и говорят, что Юницкий это плохо, а вот Илон Маск это хорошо, да. И я уверен, что туда народное финансирование тоже пойдет. И Илону Маску, скорее всего, еще максимум полгодика, вы помните мои слова, он создает краудинвестинговую какую-то компанию и будет привлекать на свой проект Гиперлук, который является действительно мыльным пузырем. И, скажем, последнее то, что было известно, что его, оказывается, дорога скоростная, которая полторы тысячи километров в час может давать, будет стоить больше ста миллиардов за километр. Задается вопрос, зачем ее тогда разрабатывать вообще-то. Поэтому, дорогие друзья, все ноу-хау, технологические моменты, более того, связанные в готовом бизнесе проекты, вот я говорил, там система супермаркетов, здоровых продуктов и так далее, и так далее, да. Да уже есть компании, которые выходят на рынок с этим, но только пока локально, где-то там в Сибири кто-то, либо где-то, может быть, центральная часть России, либо где-то это на Украине, либо в Европе. Уже есть компании, которые работают с этим. Просто они не такие именитые, они просто не такие известные, они известны, может быть, в своем регионе, может быть, в своем городе, либо максимум своей области. Но это все происходит уже сейчас и ближайшее будущее за потребительской кооперацией и за потреб... кооперацией. Почему? Что такое потребительская кооперация? Что такое, вот я без видео, да, сейчас вижу. Кроция, дорогие друзья, это в первую очередь потребительские общества. А мы все люди, мы все люди являемся потребительским обществом. Вот все. Давайте приведу пример простой. Вот все русскоговорищее пространство, к примеру, да. Ну, как пример приведу, да. Появляется какое-то даже на гаджете приложение, которое на русском языке, типа WhatsApp или Viber, не надо на английском, это все будет на русском, и более удобно, и более прозрачно, да, скажем так. И более во всех масштабах приятнее, да. И все 250 миллионов русскоговорящего пространства, кто сегодня пользуется интернетом и гаджетом, они вдруг будут скачивать это приложение, и являясь, скажем, соинвестором, создателем этого приложения, каждый из тех людей, кто будет, он будет получать долю. Являясь там, допустим, дольщиком или соинвестором какого-либо направления, где вы же являетесь еще и потребителем, вы таким образом, являясь потребителем, увеличите свою доходность. Поэтому, дорогие друзья, вот есть американское движение, я его называю «челленджер», контактеры так называемые, да, я, ну, мне нравится то, что они делают, все красиво, все хорошо, но, к сожалению, когда я общаюсь с такими людьми, они живут, знаете, вот как мы жили в коммунизме в свое время, и грезли о коммунизме, но ничего не делали в реальности для того, чтобы в этот коммунизм приехать и прийти. Поэтому разруха Советского Союза и наступила. Точно так же вот эти челленджеры, как они мне нравится, говорят, да, мы контактеры и мы создаем ауру, скажем, над землей для того, чтобы людям жить хорошо. И они рассказывают, как в 2050 году уже люди будут жить, да. И вот то, что я слышу от них, от их, из их уст, особенно вот почему-то все эти челленджеры, так называемые, основные, находятся в Америке, как ни странно, скажем так, да. Но, тем не менее, быть контактером, да, вообще сегодня земля перешла в четвертое измерение, быть контактером сегодня совсем несложно. Любой человек, который находится сейчас на этом вебинаре, он может стать контактером с так называемыми тонкими мирами, с сущностями в тонких мирах, либо с вознесенными учителями, либо еще без разницы с кем, любой из вас, да. Простой вам пример, это в религии христианской, да, когда говорят, прими Христа, да, и он будет в твоем сердце, да, и ты его принял, и он к тебе пришел в контакт. То есть все, ты стал контактером, ну, с Иисусом Христом, да, то есть стал верующим, так называемой, в религии христианской. Точно так и здесь происходит. Но в чем особый момент, чтобы вы понимали, есть категория людей, которые живет мечтами, а есть категория людей, которые берет и это делает. Настоящее он делает сегодня, будущее он делает настоящее. И запомните очень важную фразу. Если вы, скажем так, вернее, вот как звучит фраза, можете записать ее. Прошлого не существует. Точно так же, как и будущее. Но наше будущее целиком и полностью зависит от настоящего, от того, что мы делаем в настоящий момент. Если мы все с вами будем мечтать о том, как мы будем жить в 50-м году, но ничего для этого не делать, да, мы им создадим мыслеобразы, но кто-то это должен делать. Почему бы не быть тогда и контактером, и вот этим вот умельцем, который может прийти и это сделать. Потому что сегодня то, что я вижу, только при объединении всех людей, только при объединении стран, огромных всех стран, где не мировое правительство будет руководить процессами, а где сами люди должны начать руководить процессами в каждой своей стране. Но для того, чтобы это происходило, каждый человек должен стать осознанной личностью, он должен стать просветленной личностью и уйти из состояния третьего измерения, перейти в четвертое, в пятое измерение. Для того, чтобы понимать даже на уровне энергетических колебаний, все, что происходит в мире, информация, которая приходит в мире, эта информация, она к тебе подходит или эта информация создана для того, чтобы с тобой манипулировать. Поэтому главную цель, которую лично я вижу как академия человека, человек, который создал академию частного инвестора и создатель академии частного инвестора, это просвещение масс по финансовой инвестиционной грамотности. Это просвещение и обучение людей, чтобы они могли личностно расти, становиться образованными, от слова мысли-образы, то есть они могли мыслить образно, чтобы эти люди могли быстро оценивать любой информационный поток, а информации сегодня огромное количество идет, как геополитической, как финансовой, как социальной. И в этой информации кто-то хочет что-то от вас поиметь, но это всегда 100%. Вот если говорить сегодня, Александр, конечно же, хочет поиметь, чтобы у него появились инвесторы, но это нормальное явление, всегда кто-то хочет поиметь. Но в обмен он дает возможность стать соинвестором. Точно так же, как и Анатолий Дальчунинский, дает возможность стать соинвестором и в будущем иметь великое благо. Но кто-то хочет вас поиметь энергетически, чтобы подсосать вашу энергию и ничего взамен вам не дать. Дать какой-то пакостной информации, с которой у вас будет плохое настроение, и вы будете думать совсем в другом ракурсе, ну, в том, в котором им нужно. Поэтому к чему я призываю, ребят, будьте образованными. В первую очередь, учитесь тому, как оценивать любую информацию. Как эту информацию к себе применять и соглашаться ли с этой информацией или не соглашаться. Вот как только так хотя бы 30% населения сможет относиться к информационным потокам, тогда мы очень быстро с вами начнем строить наше будущее. Более того, я хочу сказать, мы уже его сегодня начинаем строить. Еще 5 лет назад я говорил о том, какие процессы у нас ожидают. В 2014 году я подключаюсь к глобальному проекту SkyWay. Огромное количество, скажем, людей, которые сегодня включились в это. Сегодня приходят новые предложения, и на эти новые предложения всегда нужно уметь правильно реагировать. Потому что легче всего, можно отвернуться от всего, от чего ты хочешь отвернуться. Но только лишь знание о том, как реагировать правильно на определенные информационные потоки, вот только тогда тебя делают сильным, ловким, финансово обеспеченным, здоровым, долгожителем, и только тогда ты можешь адекватно реагировать на все вещи. И как кто-то написал в интересный такой момент фразу, что фанатизм он всегда плох, он всегда вплощен. Всегда нужно быть, скажем так, отстаивать свою точку зрения, уметь всегда отстаивать свою точку зрения. Всегда нужно уметь быть, скажем, приверженцем, приверженцем того, что ты делаешь, но ни в коем случае не фанатиком. Потому что фанатики делают всегда глупости, А приверженцы всегда делают то, кому другим не удается это сделать. Поэтому я призываю к тому, чтобы мы не только думали о будущем, но о том, чтобы мы это будущее с вами уже и строили, и начинали строить это будущее прямо сейчас, прямо сегодня, прямо завтра. И запомните еще раз сразу, будущего, как и прошлого, не существует. Наше будущее зависит только от нашего настоящего. И что мы сегодня делаем настоящим, то мы завтра, послезавтра, или через 5, или через 10 лет получим. Поэтому, дорогие друзья, что хочу сказать. Именно поэтому 5 лет Академии работы частного инвестора, и мы подготавливаем специалистов, и сейчас уже в конце сентября, ну в октябре, потому что в конце сентября я встречаюсь с руководством, со всеми руководителями отделов нашего проекта, и мы будем разрабатывать, разработана уже программа образовательная, где Академия будет именно в образовательном портале Евразия, и все, скажем, курсы, обновленные курсы появятся именно в образовательном портале Евразия. У нас произойдет обновление сайта Академия, но в основные курсы и читаться лекции, и тренинги будут только в образовательном портале Евразия уже с октября месяца. Поэтому наша задача подготавливать экспертов в области финансов, подготавливать экспертов и профессионалов в области коммуникации, в области оценки информации, образования людей, подготовки других людей. Чтобы люди, которые проходили обучение в образовательном портале Евразия, могли сказать с точностью, как универсальный солдат, что если завтра время поменялось, а время меняется очень быстро, сегодня востребованность одна, а через три месяца может быть востребованность совсем другая. Поэтому, дорогие друзья, всегда нужно быть профессионалом и когда ты являешься профессионалом, ты очень быстро можешь перестроиться из одной колеи в другую колею, из второй колеи в третью. Ну, приведу простой пример. Еще после развала Советского Союза была очень востребованная такая профессия, вот я вспоминаю, да, какой развал Советского Союза? Только совсем недавно, вспомните, мобильные телефоны были не такие вот гаджеты, да, вот я недавно разговаривал, а кнопочные телефоны. И когда ты менял телефон, тебе нужно было, вот кто-то вручную, может быть, переписывал все номера телефона, да, а потом их вбивал заново. И люди были достаточно, ну, скажем, востребованы. Те, которым ты приходишь, телефон отдаешь, он у тебя скачивает информацию с одного телефона и закачивает на другой телефон, чтобы ты не мучился, отбивал, да. И эта услуга стоила где-то на уровне от 5 до 10 долларов, дорогие друзья, да. Вот это совсем недавно, 3 или 4 года назад прошло. Я иногда смотрю на кнопочные телефоны, кто имеет, думал, обалдеть, такое ощущение, как каменный век попал. То есть, потому что сегодня практически все люди имеют вот такие гаджеты, такие телефоны имеют. Но когда ты видишь кнопочный телефон у кого-то, думаешь, обалдеть, ну что, это, из эры динозавров сюда пришел, что ли? Ну, есть еще такие люди, которые пользуются кнопочным телефоном. Так вот, я простой пример привожу, да, что совсем недавно ты изучал, как пользоваться кнопочным телефоном, а сегодня у тебя уже этот телефон. Завтра вполне вероятно, вон, Apple хочет создать, где у тебя будет какая-то там, ну не знаю, такая бумажечка, да, ты ее достал, и телефон здесь вышел, и ты типа, как говорится, иллюзорные такие кнопочки, ты как бы нажимаешь на эти кнопочки. Поэтому, дорогие друзья, все очень здорово, все классно, и хочу сказать, что становитесь профессионалами, будьте профессионалами во всем, в бизнесе, в инвестициях, в коммуникациях, и тогда в вашей жизни всегда будет только успех. Потому что вы сможете распознавать информацию на нескольких уровнях. Вот я простой пример вам даже приведу, да, один из крупных инвесторов, которого я привел в фонд, не в фонд, а напрямую в компанию, да, на пляже мы с ним познакомились, да, через 5 минут на его разговор он сказал, я, говорит, хочу проинвестировать 100 тысяч долларов, а может даже, через 5 минут. Потом, когда мы начали выяснять, он говорит, я на уровне информации сразу чувствую людей, он говорит, нормальные вещи или говорит что-то плохое. Ну, человек давно в бизнесе, человек знал, как говорится, и Крым, и Рым прошел, да, в свое время, и он понимает, и может оценить только, знаете, вот есть такое понятие, когда человек к тебе приходит, а ты уже, он тебе хочет сказать здрасте, ты хочешь сказать до свидания, да, почему? Потому что на уровне энергии ты чувствуешь эти люди, поэтому это происходит, когда вы имеете большой опыт в коммуникации, становитесь коммуникационными, становитесь образованными, и тогда вы всегда будете успешными, и идти именно в состоянии, будете в состоянии постоянного успеха, да. Все, дорогие друзья, всего доброго. Так, 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 вот последняя страничка почему-то ушла, да. Давайте наше будущее делать уже сегодня. Всем пока-пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok